так вроде слышно давайте сейчас мы еще быстро отрегулируем так так и так отлично всем добрый вечер коллеги мы таким образом сегодня построен с вами встречу который продлится кредит в пределах часа нам заранее кто-то из вас успел прислать вопросы через форму я начну с них из каких-то более общих вопросов где прочитать правила как поступить где посмотреть расписание такого плана вещи которые достаточно часто спрашивают несмотря на то что сайт вышки в принципе достаточно неплохо проиндексирован в поисковых системах мы с вами в том числе посмотрим каким образом можно найти информацию которой может быть у вас возникнет еще вопрос а консультации у нас уже не будет вот и потом в конце перейдем к более конкретным вопросам которые тоже нам задавали там уже по портфолио кроме этого обратите внимание что у вас справа сверху интерфейсе есть две кнопки есть чат есть вопросы будет лучше если вы вопросы которые могут возникать по ходу дела или если у вас не было возможности задать вопрос заранее чтобы вы писали вопросы вот именно в этот раздел вопросы тогда я точно ни один не пропущу и там буду отмечать их у себя галочкой вот в чат но в принципе тоже можно писать просто больше вероятно что я их пропущу давайте начнем собственно у меня уже открыт специально сайт вышки с которым мы будем сегодня часто к нему обращаться не к сожалению не на все ответы я знаю вопросы на них все точно содержится на сайте давайте начнем с каких-то банальных вещей это сроки приема да вот в каких числах проходит подача собеседование вступительные испытания можно ли сдать экзамен онлайн смотрите экзамен все в принципе сдаются онлайн давайте посмотрим где их найти на сайте вышки разделе магистратура вас вообще будет интересовать две основные страницы во время поступления на любую программу но в частности на упрг это общая страница магистратуры в которой много информации но к сожалению ее вот придется потребить и вам покажу сегодня основную которая вам нужна и второй сайт это давайте просто сразу в поиске сами мы идем поступить упрг выше что вас интересует заходите на страницу программы и здесь есть специальный раздел абитуриентом может быть вы поступаете несколько программ у каждой программы стандартизованно есть раздел абитуриентом траектории поступления и это соответственно вторая страница которая вас будет интересовать для любой программы вот конкретно для нашей вот эта страница какая информация ценная на них содержится которая поможет ответить вам на ваши вопросы значит в каких числах проходит подача документов заходите на страницу магистратуры вступительные испытания здесь есть расписание вступительных испытаний здесь соответственно длинное длинное полотно в котором вам нужно найти программы которые вас интересуют давайте найдем у нас единственная программа в которой есть пространственные вот управление пространственным развитием городов здесь указаны даты экзамена по английскому языку экзамен по английскому языку будет с прокторингом он будет только онлайн в какую конкретную дату вы его будете сдавать чтобы это узнать нужно зарегистрироваться в личном кабинете абитуриента я тоже покажу где вы еще не регистрировались очень рекомендую начать регистрироваться заранее не оставляйте там последний день соответственно вы сдаете вот в эти дни английский и до этого обратите внимание что здесь написано там 2 августа конкурс портфолио объявление результатов это уже объявление результатов финальных абсолютно ну плюс там еще будет у вас возможность в принципе подать апелляцию но документы вы подаете давайте вернемся в информацию о приеме траектории поступления сроки поступления самое главное на видном месте ссылка сроки поступления здесь в блок схеме нарисовано то в какие сроки нужно подать документы документы нужно подать до 26 включительно но есть как бы вам совет подать их гораздо раньше вот по нескольким причинам во первых нужно время чтобы естественно ваши документы рассмотреть так как сроки рассмотрения очень короткие чем раньше вы эти документы тем возможно раньше экзаменационная комиссия успеет их рассмотреть результат вы заранее конечно не узнаете но хотя бы по мере рассмотрения портфолио вас могут пораньше пригласить на собеседование про это собеседование я отдельно скажу еще второй момент если вы дождитесь 26 числа то есть вероятность что вместе с вами 26 числа последнего дня там 12 ночи и скольки там принимаются документы с вами дождется еще там несколько сотен а то и тысяч человек то есть вы одновременно все будете загружать портфолио то просто банально в общем сайт может не выдержать мы конечно очень надеемся что он выдержит но в общем просто вы очень сильно понервничаете поэтому пожалуйста не ждите последний день загружайте все заранее а еще лучше заранее регистрируйтесь для того чтобы то есть не думайте что регистрация в качестве абитуриента это процесс как если бы вы там пошли зарегистрировались в знакоме соцсети получили смс уведомление все ваши документы так ваша заявка регистрируется в том что в государственных системах документы которые первоначально загружаете там вы загружаете скан паспорта скан диплома да они все верифицируются и на это сидит армия модераторов у нас вышки которая проверяет документы занимает время поэтому вам очень важно заранее начать процесс регистрации загружать эти документы соответственно в каких числах я вам сказал до 26 собеседование сейчас скажу про загрузку портфолио тоже сказал да соответственно 26 можно ли сдать экзамен онлайн все экзамен онлайн портфолио вы загружаете онлайн интервью проходит только онлайн возможно это будет происходить на платформе ms teams либо на платформе вебинар либо соответственно в системе яндекс телемост в любом случае все эти платформы работают в браузере вы сможете пройти в собеседование в браузере для этого отдельно программное обеспечение не требуется теперь про 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 собеседование на или интервью давайте зайдем снова в расписание вступительных испытаний мы пока все еще на общей странице для всех программ вся информация здесь и здесь вас будет интересовать собеседование в рамках портфолио страницы вот здесь появится в начале следующей недели конкретные даты собеседования вот сразу обращу внимание что часть даты собеседования будет до еще окончания приема документов собственно в том числе для тех кто заранее загрузил документы также даты обязательно появится возвращаясь к странице траектории поступления конкретной программы управления процессом развития городов учтите что здесь информация будет обновляться несколько оперативнее потому что ее везем непосредственно здесь также появится обязательно даты собеседования на собеседование мы будем приглашать вас непосредственно сами то есть никакой формы записи не будет будут определенные дни и мы будем вас приглашать на определенный день в определенный интервал времени то есть время более-менее гибко с днями не очень гибко потому что просто нет возможности в другие дни провести собеседование модально потому что там результат вы получаете буквально через четыре дня после последнего дня мы приема поэтому выбирайте на мне вам не приходится когда проводится собеседование теперь еще важный момент соответственно какие документы подавать я как раз остановился на этой странице в нужном месте и на всякий случай вам покажу где тоже правила приема для всех остальных программ если вы зайдете в вступительное испытание так сейчас быстро это найдем так документы и правила приема вам тоже понадобятся я просто не вижу у меня маленький экран с которым я вам показываю расписание информация где-то здесь и я просто в упор не вижу а вот программа магистратуры и перечень вступительных испытаний это тоже одна большая таблица на все программы соответственно снова ищем странственным здесь все что вам нужно для того чтобы подготовиться к английскому языку плюс ну вот эта вторая часть это то что к английскому языку пример экзамена первый состав критерия оценивания на этот же файл вы можете найти ссылку на странице программы обратите внимание что правила были актуализированы в июне если вы вдруг до этого скачивали правила то пожалуйста скачайте их еще раз они доступны вот по трем ссылкам правила правила и еще здесь тоже правила это все один тот же файл он актуален на данный момент так это я вам все рассказал соответственно в какие сроки подать как загрузить ну и фактически что загрузить где посмотреть точнее что загрузить вот обратите внимание опять же что если вы скачивали заранее правило там была информация о том что будет в собеседовании обсуждение статьи теперь его не будет то есть собеседование несколько похудела по формату несколько облегчили вам всем жизни так еще несколько организационных здесь вопросов есть когда будет проходить экзамены я рассказал какая стоимость обучения да стоимость обучения опять на единой странице мы с ними практически никуда не уходили ma.hse.ru раздел платное обучение стоимость обучения тоже снова страницы для всех программ стоимость в принципе практически по всем программам одинаковая ищите пространственным развитием городов получаете стоимость обучения так далее предоставляется ли общежитие смотрите с общежитием несколько стало последние годы и сложнее и может быть лучше судя по тому куда мы двигаемся вот это то что вы можете найти это несколько такие старые уже страницы да я специально показал что если вы вдруг будете сами искать вот надежнее всего вот вот снова с главной страницы магистратуры зайти в помощь поступающим и здесь вот есть ссылка на общежитие вот и тогда вы точно попадете на более менее актуальную страницу здесь можно узнать кому обратиться непосредственно по поводу общежития какие есть варианты вот но насколько мы знаем основной на самом деле вариант один из основных вариантов если мы просто вернемся обратно магистратуру вот вот есть сервис по подбору жилья для иногородних студентов это тоже на главной программе на главной странице my.se.ru внизу вот это такая альтернатива общежитию тоже рекомендую к этой странице обратиться потому что у вышки есть отдельные специальные службы которые этим занимаются программы сами этим не занимаются и могут вам помочь только если нужны там какие-то документы которые могут понадобиться внутри которые программа собственно вам может предоставить по запросу вот но в целом вами занимается конкретная служба в том числе после того как вы стали уже зарегистрированным абитуриентом это я вам все еще намекаю что если вы еще не нашли личный кабинет абитуриента и не зарегистрировались там то в нем нет смысл зарегистрироваться и для этого собственно есть кнопка подать документы которые доступны на главной странице ингистратуры и отсюда вы можете попасть в личный кабинет ну в котором нужно соответственно зарегистрироваться так еще несколько вопросов и дальше я уже посмотрю появились ли вопросы да вот они появились сейчас я до них доберусь спасибо что пишите именно в раздел вопросов так я некоторые вопросы зачитаю я не могу сказать что все они понятны вот поэтому те которые непонятны я их тоже озвучу скажу что они не очень понятны их тогда если есть тот кто их задавал вы можете их в общем раскрыть как-то дополнительно вот был вопрос есть ли возможность заниматься общественной деятельностью не очень понятно что под этим подразумевается точно никто не запрещает заниматься общественной деятельностью но не очень понятно что вы под этим подразумеваете так, про общежитие я рассказал про экзамены онлайн я рассказал так, ну собственно вопросы практически заканчиваются, последний вопрос конкретный, который нам задавали до эфира и потом я уже перейду к тем, которые вы задавали уже сейчас в эфире это вопрос, можно ли включать в портфолио курсовые проекты по проектированию зданий, сооружений или его состав предлагает только ВКР так, если бы говорят, ну видимо это все тот же вопрос давайте поучерли господа давайте откроем правило и он, собственно и очень прошу вас обратить внимание что мы, конечно же говорим о том на всех днях открытых дверей программы, что мы рады абитуриентам с любым бэкграундом у нас даже когда-то учился человек, который там в бакулаграде учился на химии учился то ли химии, то ли физике ну то есть возможность поступить есть реально как бы у каждого на эту программу кто захотел действительно поменять сферу деятельности вот, но это не значит, что а, мы можем оценить по достоинству ваши заслуги и б, что гораздо важнее на самом деле должно было быть а, это не факт что ваши заслуги какими бы хорошими они не были какими бы качествами не был результат не факт, что он релевантен программе вот и скажем так из-за конкуренции собственно из-за того что есть достаточно много людей чьи заслуги релевантны программе вы оказываетесь ну в такой условно не очень может быть равной ситуации если вы предоставляете то собственно вот что вы делали пусть даже сделали очень хорошо вот в связи с этим обратите внимание что мы не не принимаем на рассмотрение работы которые являются ну вот так у нас здесь написано проектами зданий проектами сооружений работами вот собственно по физике по химии человек который я говорю у нас учился который был с бэкграундом в химии он нам не предоставлял свою работу по химии да у него было действительно портфолио которое было релевантно так или иначе программе вот поэтому пожалуйста не нужно присылать нам проекты зданий сооружений мостов и прочих инженерных коммуникаций мы их просто не будем оценивать к сожалению вот поэтому ваш вариант это написать научный эссе который мы предлагаем как открытую альтернативу которая доступна абсолютно всем ну при как бы при желании так видимо вот следующий вопрос если бы клавиат был закончен в другом в усе то такая работа подходит для ключей ну это видимо продолжение того же вопроса нет такая работа к сожалению не подходит проектирование не подходит экзамен по английскому языку предполагает проверку общего знания языка или конкретной лексики характерной для данной сферы хороший вопрос экзамен по английскому языку пример я вам показывал где можно посмотреть можно посмотреть в программу магистратуры перечень вступительных испытаний вот там пример это общий экзамен который я смеюсь как бы сказать что он легче чем например международные обычные экзамены вот и формат демо-версии экзамена они репрезентативны относительно того что как бы что у вас будет проверять то есть специфической лексике по специальности ничего такого там не будет все закончились вопросы которые нам заранее задавали давайте я перейду к вопросам которые вы задали сейчас в эфире и потом остановлюсь еще на тех вещах про которые не спросили но как бы стоило поэтому так Александр спрашивает подскажите можно ли подскажите пожалуйста материал для подготовки к экзамену по английскому актуально необходимо ли будет готовиться к специфическому вокабуляру при прохождении теста тематические блоки как раз совпало что только что отвечал нет не требуется особо готовиться к специальной лексике то есть экзамен общий абсолютно так Ольга спрашивает здравствуйте есть ли я участвовал в заключительном этапе высшая лига то при поступлении все равно будут смотреть портфолио Ольга скажу так если вы просто участвовали в заключительном этапе то это значит просто что вы участвовали в заключительном этапе если вы победитель то вам нужно просто ну или какой-нибудь там уровня у нас есть победители призеры трех степеней но в случае с программой управления пространственным развитиям городов это никакой роли как бы не оказывает потому что у нас одна программа и вы просто регистрируетесь как абитуриент там может быть где-то в кабинете есть галочки при регистрации отметить что вы там победили в олимпиаде но в принципе в эше вас по паспорту и по вашему там филу и дате рождения так идентифицирует в базах и помечает собственно ставит вам 100 баллов если вы победите если вы просто участвовали то ну значит вы участвовали но не победили вот подробнее про это можно почитать где-то на сайте так документы и правила приема так вот особенность проведения уступительных то есть на странице давайте еще раз покажу а то может быть быстро было информация о приеме документы и правила приема туда заходите здесь страница на которой собраны все скучные pdf файлы с кучей нормативных документов я про них тоже еще скажу вот здесь на странице ищите олимпиада можете прочитать положение про то как принимают олимпиадников советую прочитать вот и плюс советую зайти на олимп hse.ru это сайт олимпиад найти здесь олимпиаду в которой вы участвовали и здесь на странице вы сможете найти там таблицу сопоставления программ на самом деле кстати посмотрите там есть например здесь олимпиады не только на управление пространственным развитием городов вы можете поступить и в том числе на управление пространственным развитием городов вы можете поступить не только при помощи вышкинской олимпиады тоже посмотрите в связи с этим регламент принятия и соответственно сайт олимпиады так надеюсь про олимпиады достаточно подробно ответил так Ольга, другая Ольга, правда, спрашивает как происходит собеседование что обычно спрашивают, смотрите, опять же возвращаюсь к файлу, который на который я попал со страницы магической программы траектория поступления он же правило приема листаете в самый конец так, сейчас найдем самый конец вот и смотрим состав собеседования здесь все очень четко написано, вот, при этом как бы я предлагаю вам обратить внимание как на состав описания собеседования так и что немаловажно на критерии оценки вот то есть обратите внимание например что в критериях оценки есть, например, наличие проработанных исследовательских вопросов и их соответствие выбранным трекам соответственно что из этого следует из этого следует что раз такой критерий есть вас во время собеседования по нему будут оценивать поэтому если вы будете отвечать на вопрос какие исследовательские темы у вас есть проработанные пожалуйста про них расскажите вы скажете ну я еще об этом не думал мне интересна урбанистика то соответственно по такому критерию вас оценят наверное не очень высоко вот поэтому комбинация краткого описания разделов собеседования и критериев по которым они вас будут оценивать она собственно и раскрывает вопрос как проходит собеседование вот собеседование будет проходить в течение максимум 15 минут то есть советую заранее как-то подготовиться ну как-то заготовить в общем в принципе ответы под эти критерии и темы для обсуждения подумать действительно что вам интересно что вы читали что вы хотите исследовать и почему пойти посмотреть на сайте программы на сайте факультета какие есть руководители работ профессора какими работами они руководили посмотреть может быть давайте вернемся снова на страницу программы здесь есть замечательный раздел студентам правда он уже называется хотя бы еще не студенты здесь есть каталог ВКР так и здесь есть большой список на много страниц уже обратите внимание сколько ВКР было написано за эти годы выпускных реализационных работ к каждой работе вы можете прочитать как минимум они не все опубликованы но как минимум там нажав на работу можно прочитать ее аннотацию можно посмотреть кто руководитель можно нажать на руководителя сейчас откроется руководитель зайти в его раздел преподавания и посмотреть какими еще работами он руководил соответственно так нужно подумать о том что же вы хотите исследовать так что подготовьтесь вот единственное что хотелось бы посоветовать даже если вы заранее подготовитесь к собеседованию не стоит зачитывать там открывать какой-то документ как я вам сейчас открыл и то я не зачитываю я вам рассказываю по памяти что в нем так же и вы не ведите себя на собеседовании так как будто вот у вас такой выверенный текст и не нужно его зачитывать а это будет очень сильно видно если вы единственное такой совет ну то есть вы когда будете на собеседовании будет видно что у вас глаза идут по строчкам потому что извините вот и есть такой класс программ для быстрого чтения то есть если вы что-то себе такое поставите что вам будет выводить по одному слову в центре экрана но тогда наверное будет не видно что вы читаете в общем не стоит это делать вот просто подумайте действительно что вы хотите донести до комиссии во время собеседования получают вопрос как отвеченный избыточный еще с такими лайфхаками так Рустем спрашивает плюс к вопросу про английский ну кажется я про английский ответил Дарья спрашивает добрый день существует ли возможность перезачить государственный экзамен по английскому языку в бакалавриате в качестве вступительного я на 99,9% уверен что нет давайте обратимся быстро к все той же странице документа и правила приема на которой куча сложных и занудных PDF файлов так и найдем здесь слово английский условия получения зачета по квалификационному экзамену по английскому языку так нажимаю и вот здесь есть тоже PDF файл так а ну здесь просто минимальные пороги то есть обратите внимание что на разных программах вы там набираете то есть у вас английский язык сейчас найдем нашу программу у вас английский язык оценивается по 100 баллам но набрать вам нужно только порог определенный то есть вот на управление пространственным развитием городов вам нужно набрать 41 баллы более окей теперь нам тогда нужно сертификаты по-моему так да сертификаты вот какие международные сертификаты учитываются в метод прохождения вступительных испытаний вот особенности проведения вступительных испытаний для лиц представляющих сертификаты международных экзаменов вот ну то есть соответственно у вас вариант только либо предоставить сертификат если вдруг он у вас откуда-то есть здесь тоже для отдельных программ отдельный набор сертификатов можно найти пространственные развитиями городов и посмотреть требования либо вы сдаете онлайн с прокторингом экзамен вот то есть варианта 3 нет перезачесть нельзя вот но если вы сдали государственный экзамен по английскому языку тест это вы точно сдадите Денис возможно ли будет получить доступ к записи вебинара да я уверен что запись мы наверное даже целенаправленно просто разошлем легко делается либо просто опубликуем тоже на странице траектории поступления вообще я очень вам рекомендую вот эту страницу именно магической программы траектории поступления заложить себе в закладки и во время как по приему особенно как только вы подали документы как-то его проверять мы конечно же вам всем кто зарегистрировался как абитуриент будем отправлять оперативную информацию на почту вот но она также будет появляться и на странице программы в том числе там те же даты спеседований вот поэтому ну и какие-то еще вещи поэтому пожалуйста посещайте ее поэтому да запись будет так Полина спрашивает здравствуйте хотела бы спросить поводу мотивационного письма что значит наличие проработанной исследовательской тематики это тема диссертации на которой я хочу работать Полина да давайте к этому вернемся коротко это действительно тема как для интервью так и для мотивационного письма вот и сейчас я тогда опущу экран до раздела с мотивационным письмом чтобы всем было видно так где у нас здесь наличие наличие проработанной исследовательской тематики что это значит смотрите в магистратуре вы будете писать ну в принципе да это можно назвать диссертацией магистрской на втором курсе вы будете писать выпускную коллекционную работу которая она же является и государственной итоговой аттестации то есть каким-то продуктом вашим обществом деятельности по которому вас признают специалистом либо нет в конечном итоге вот но до этого еще достаточно далеко на первом году вы будете писать такой в первом первый подход который тем не менее тоже достаточно ответственный и достаточно строго оценивается это курсовая работа вот мы понимаем что наверное продумать там вперед вы все-таки поступаете не в аспирантуру не в кандидатскую пишите продумать тему ВКР еще наверное еще рано вот но тем не менее мы ожидаем что у вас будет понимание того какую хотя бы курсовую примерно вы хотите писать хотя бы в каком-то приближении вот и повторюсь в связи с чем-то я сегодня там это уже говорил учитывайте конкуренцию вот почему есть такая тема для обсуждения в собеседовании почему есть собственно такой критерий в мотивационном письме просто потому что большинство ваших конкурентов они такую тему проработанную какую-то уже имеют то есть они об этом уже думали они что-то читали они понимают примерно проблематику какой-то темы в которой они разбираются способны ее как-то обсуждать аргументировать и задавать интересные исследовательские вопросы вот и так как у очень многих это есть то если у вас этого нет то к сожалению вы находитесь в немного невыгодной позиции вот вот что значит проработанная исследовательская тема то есть давайте так еще скажем мы не ожидаем от вас что вы представляете какой-то уже проект исследования там с аннотацией со списком литературы в инновационном письме просто это не совсем тот жанр и в нем в таком количестве слов особо нет места это делать вот но мы ожидаем как минимум увидеть может быть какие-то аккуратные формулировки темы некоторую область исследовательскую и интересные исследовательские вопросы а дальше мы их можем уже обсудить на собеседование вот то есть как минимум исследовательский вопрос было бы неплохо там увидеть так далее Полина спрашивает если работа неофициальная является проблемой для рекомендательного письма нет не является так далее спрашивает Максим добрый вечер если он не сдал на проходной балл экзамен по английскому языку то даже если портфолио получил высокий балл шансов на поступление нет даже на платную основу даже на платную основу да к сожалению нет то есть английский нужно сдать хотя бы на это 41 балл все-таки 41 балл это достаточно низко это не какое-то ультравысокое знание английского языка вот и к тому же очень большое количество литературы все-таки которую вы будете использовать как и при написании курсовой работы и в ЭКР и в ряде курсов она будет на английском языке поэтому ну как без английского языка учиться вам просто будет сложно поэтому определенный минимальный пороговый уровень есть поэтому без английского языка без зачета поступить невозможно он при этом может быть имеет смысл отметить несмотря на то что вы получаете балл поступальной системе за английский язык повторюсь он идет только как зачет он никак не учитывает ваше какое-то ранжирование в списках и ничего такого то есть единственное основание для ранжирования это оценка за портфолио в которое входит в том числе там необязательное но и все же интервью поэтому за конкретную оценку можете не переживать по-английскому коль скоро она там 41 балл и выше Денис спрашивает не могу найти информацию по прохождению тестирования по английскому языку подскажите где могу с ней ознакомиться Денис вы с ней сможете ознакомиться после того как вы зарегистрируетесь как абитуриент и у вас в личном кабинете будет информация о том собственно смотря какую информацию вы можете найти вот про расписание я сегодня вначале рассказывал расписание вы можете посмотреть в расписании выступительных испытаний на columna программу вот а в какой день и как вы будете сдавать вы узнаете после того как зарегистрируетесь а примеры заданий есть в разделе перечня выступительных испытаний вы находите программу здесь есть примеры заданий вот такая информация есть публично, вся остальная информация после того, как вы регистрируетесь как абитуриент так, Екатерина добрый вечер, стоит ли писать предполагаемую тему курсовой, магистрской, ВКР мотивационной по семье, будет ли это плюсом или же наоборот, спасибо ну, 3 минуты назад мы это обсуждали я не к тому, что вы задаете вопрос вы же давно написали повторюсь просто, да, собственно практически это мы и ожидаем вот, но желательно не просто тему курсовой, ВКР, наверное, пока не нужно, все-таки рано может вы еще все равно передумаете, вот, а курсовую вам писать, в принципе, вам нужно будет тему курсовой выбрать буквально через 2 месяца после того, как вы поступите вот, поэтому если вы сейчас уже начали думать, будет неплохо помимо названия подумайте, пожалуйста над исследовательскими вопросами, их тоже не лишним будет написать сразу в мотивационном письме так, Валентина, здравствуйте, могут ли не граждане России поступать на бюджетные места на сайте выше написано, что могут но при подаче заявки не могу отметить пункт, что рассматриваю поступление на бюджет Валентина, тут, к сожалению, не могу помочь вам лучше всего обратиться с этим вопросом напрямую в приемную комиссию по их контактным данным они, видимо, внизу страницы давайте сейчас я вернусь там есть горячая линия по почте, по телефону в Телеграме вот, внизу страницы все контакты я бы начал, может быть, со звонка по телефону может быть, написал бы на почту с приложением, может быть, копией вашего диплома либо, если вы уже начали регистрироваться то будет еще лучше я просто не могу сейчас это показать, потому что у меня нет личного кабинета абитуриента но у вас в личном кабинете абитуриента там много где должна быть ссылка либо написать администратор либо обратиться в поддержку что-то такое можете еще попробовать через этот канал связи почему? потому что тогда ваш запрос регистрируется и ему там автоматически присваивается определенная там степень срочности и важности и что там, да, у вас появляется, соответственно, номер заявки и вам тогда точно ответят вот ну, это детали, которые собственно, вот такой, как бы, водораздел программы занимаются тем программы, программы собственно, программа УПРГ что оценивает вас в портфолио то есть мы занимаемся только содержательной частью оценки вас, как абитуриента вот, все остальные процедуры связанные с общежитиями с проверкой ваших документов на то, можете или не можете вы бесплатно учиться с этим всем занимаются специализированные службы в ВШП, потому что потому что это огромный механизм и хорошо, когда он специализирован и вам просто быстрее помогут, если вы обратитесь напрямую, как абитуриент вот, это будет рассмотрено с большим приоритетом, поэтому, пожалуйста, обратитесь Ольга спрашивает последний пока вопрос, поэтому если есть вопросы еще, то пишите экзамен по английскому языку и собеседование проходят в онлайн-формате ежегодно а, экзамен по английскому и собеседование проходят в онлайн-формате ежегодно может ли формат измениться на оффлайн в следующем году ну, Ольга, никто не знает что может измениться в следующем году но я могу выразить просто экспертное личное мнение основанное на ну, наверное, каких-то логических предположениях что вряд ли потому что банально онлайн все это проводить удобнее ну, то есть интервью прием, во-первых, давайте так по трем по трем вопросам, скажем так портфолио 99,9% будет приниматься онлайн то есть мы бумажные не принимаем на ОПРГ мы не принимаем бумажные портфолио по-моему, еще с 2017 года только онлайн собеседование мы у нас нет оснований не проводить оффлайн мы, скорее всего, тоже будем проводить онлайн может быть что-то может поменяться централизованно почему-то в том числе и по независимому не от нас может быть, а от вашей вообще причинам вдруг, может быть, английский станет очным но пока что тоже нет каких-то оснований почему он должен стать очным в этом году все онлайн хотя, в принципе, теоретически наверное, нужно было бы очным провести вот, но я как бы не эксперт наверное, английский останется тоже онлайн или, как минимум у нас, наверное, останется опция его сдать онлайн с прокторами поэтому, скорее всего все останется онлайн либо с возможностью сдать онлайн начали появляться новые вопросы что хорошо научная статья загружается в портфолио как обычный текст или нужны сканы из журнала где она напечатана? Екатерина спрашивает Екатерина, нам не нужны сканы из журнала я вообще вживую журнал не видел уже можно даже сказать десятки лет можно обычный текст но, с другой стороны если у вас журнал который, например не в открытом доступе ну, то есть, по идее у вас должна быть ваша авторская как бы верстка которая вам журнал предоставила в формате PDF либо на сайте журнала должен быть абстракт ну, то есть какой-то, в общем, вариант сверстанной статьи а не просто статьи там, в файл в Word вы нам присылаете он, наверное, все же должен быть либо, может быть, эта статья в открытом доступе тогда вы просто этот PDF нам и загружаете в общем, максимально возможно не надо нам сканить журнала вот, но, если что можете приложить и сканить журнала чтобы у нас там не было никаких лишних сомнений что это действительно статья так, Егор спрашивает добрый день в портфолио включаются элементы 7 и 8 давайте я их сразу открою и дальше буду читать вопрос так, элементы 7 и 8 дополнительные работы и дипломы сертификата насколько я понял можно в рамках данных элементов приложить письма от руководителя практики или начальника на работе могли бы вы опровергнуть подтвердить и это рассказать чуть подробнее так, ну давайте опять же отталкиваясь от того, что написано вместе посмотрим смотрите в пункте 7 вот какое-либо сопроводительное письмо или что-то еще и я обращу внимание просто пункт 7 здесь вы прикладываете одну лучшую работу либо какой-то проект который вы сделали либо статью который единственная работа будет оценена от нуля до 18 баллов по критериям критерии такие же как для пункта 6 то есть они здесь раздельные для исследовательских работ соответственно научных статей и для различных проектов вот критерии оттуда заимствуются вот поэтому такую работу от нуля там до 18 и в том числе по критериям мы не можем оценить только по какому-то письму справки или чему-то еще то есть сам материал должен быть предоставлен вы естественно должны убедиться в том что вы там не подписывали какое-нибудь соглашение о неразглашении или что это какая-нибудь коммерческая тайна или что-то еще и что вы вообще можете его показывать вот вы загружаете работу которую можно оценить сопроводительное письмо является только дополнительным документом которое позволяет приемной комиссии экзаменационной комиссии разобраться в том что конкретно вы делали если эта работа была групповая ну и получить какой-то независимый отзыв о ней так же как например у вас может быть рецензия на вашу выпускную акционную работу что касается пункта 8 в пункте 8 вы можете приложить несколько разных каких-то сертификатов работы мы просто понимаем что количество возможностей оно достаточно открытое поэтому мы не хотим сильно ограничивать то что вы можете сюда приложить и например мы понимаем что не все воркшопы утруждают себя тем чтобы выдать какой-то диплом или какой-то сертификат вот поэтому мы здесь допускаем что вы можете приложить доступное какое-то письмо вот но здесь соответственно вы можете приложить их несколько и здесь по умолчанию у нас ограничение на то что за одно такое достижение вы получаете один балл в каких-то исключительных случаях если это огромная работа проделанная в том числе лично вами может быть экзаменационная комиссия рассмотрит возможность поставить отдельную работу больше баллов но по умолчанию как бы одна работа признанная релевантной в магистской программе это один балл вот здесь написано за каждый документ один балл вот поэтому соответственно отвечая на ваш вопрос возвращаясь к нему приложить вы хотите письма от руководителя практики начальника с работы можно но это должно быть не просто письмо а это должно быть письмо которое действительно раскрывает что вы делали да то есть в общем комиссия должна понимать за что даже этот один балл но тем не менее поставить так за участие в зимней школе один балл да максимум за участие в зимней школе тоже можно получить один балл так вопросы начинают иссякать давайте я еще на несколько вещей ваше внимание обращу может быть сейчас еще вопросы появятся давайте я еще быстро проверю не написал кто-то в чат спасибо никто не написал спасибо пожалуй за большое дисциплину что вы пишете вопросы так единственное что я вроде помечал галочками но почему-то они у меня так и не отметились галочками так так давайте пока расскажу на что я хотел еще ваше внимание обратить давайте вернемся на главную страницу для абитуриентов магистратуры всех и я еще раз хочу обратить ваше внимание на раздел информации о приеме документы и правила приема тот самый раздел который самый скучный в котором много много pdf файлов вот я вам очень рекомендую несмотря на то что они действительно очень скучные я вам очень рекомендую их прочитать в первую очередь как минимум самый первый документ правила приема потому что там как раз обозначены процедуры формальные сроки и все остальное потому что ну вот действительно вы может кто-то уже зарегистрировался может кто-то еще будет регистрироваться в личном кабинете абитуриента там все достаточно красиво на мой взгляд дружелюбно сделано вот но поймите что за всеми красивыми интерфейсами и красивым сайтом все равно стоит вот такой сухой документ который вы здесь видите поэтому на мой взгляд очень важно с ним ознакомиться чтобы понимать что и зачем вы там в личном кабинете нажимаете и что вас ждет и в какие сроки вот то же самое касается например вот страницы сроки поступления да если открыть сроки поступления то здесь вроде нарисована красивая диаграмма которая является изложением кратким опять же вот этих скучных документов вот у них все равно стоит прочитать второй скучный документ который стоит прочитать типа слово регламент вот вступительные испытания регламенты проведения вступительных испытаний пожалуйста обязательно их прочитайте вот что сразу скажу в регламенте в том числе вас предупреждают о том что сдача портфолио оно тоже является на самом деле представление портфолио тоже является экзаменом вот поэтому аналогично аналогично любому другому экзамену к содержанию вашего портфолио тоже применяются например такие правила как возможно проверка на плагиат вот поэтому если вы загружаете какие-то материалы в которых будет выявлен плагиат то в общем-то ваше портфолио аннулируется поэтому пожалуйста это не делайте вот ваше оставляет за собой право проверять либо выборочно либо либо вообще все документы на плагиат имейте это ввиду вот общие рекомендации дал потратите время почитайте скучные документы это важно не ждите последнего дня как минимум сейчас зарегистрируйтесь как абитуриент в личном кабинете это занимает некоторое время у вас могут возникнуть какие-то вопросы у вас может быть я не знаю допустим у вас будет какой-нибудь 20 мегабайтный pdf файл но по-моему у нас уже был повышен достаточно давно лимит размера файла ну хорошо у вас будет 30 мегабайтный pdf файл который вы не сможете загрузить например потому что либо сайт в последний день будет перегружен либо у нас стоит ограничение вы на это не обратили внимание время 26 число в последний день 23.55 вы не успели загрузить ваш pdf документ потому что он большой вы там не успели найти за 5 минут как его сжать или как его разделить на 2 файла и вы не смогли в итоге подать портфолио вовремя вот после того как вы не смогли не успели точнее это сделать то мы не можем принять эти документы по почте или как-то еще потому что они не были загружены в срок и формально вы уже не являетесь участником конкурса портфолио вот по этому минимуму причин которые я перечислил на самом деле конечно меньше миллиона хотя бы просто попробуйте просто хотя бы один файл загрузить зарегистрируйтесь и в общем не ждите последнего дня вот наверное самый ценный совет на сегодня для тех кто дождался этого времени пока я это рассказывал похоже что новых вопросов не появилось появилось сообщение в чате спасибо за ответ Максим говорит хорошо пожалуйста Максим давайте так сделаем ну такую не паузу а я там подожду еще 30 секунд если у вас длинный вопрос вы можете написать в вопрос или в чат сейчас у меня вопрос подождите не уходите и я подожду не буду уходить и подождем еще вопрос вот в ином случае если никто не заявит что есть еще вопрос или вопросы не появятся то мы тогда с вами будем заканчивать мы в принципе действительно уложились вот примерно в час о котором я говорил вроде бы покрыли все основные вещи покрыли сложный достаточно сайт но тем не менее содержит достаточно избыточную информацию приемной комиссии соответственно вот вам в закладке два сайта imai.hse.ru и найдите сайт программы на которую вы поступаете управление пространственным развитием городов страница траектории поступления которая является соответственно таким дополнением к основному сайту ингестературы лично для вас раз вы поступаете на эту программу на которой также будет появляться в течение приема актуальной информации где всегда будет доступна актуальная версия правил приема и там же появится расписание в начале следующей недели для интервью хорошо вопросы новые не появились я по крайней мере их не вижу их нет вот в таком случае мы на сегодня будем заканчивать спасибо что пришли спасибо за вопросы надеюсь это действительно было вам полезно может быть какие-то вещи вы пропустили на сайте действительно не очень поняли где они не всегда действительно понятно даже на хорошем сайте где искать информацию согласен что удобно когда вам расскажут покажут на что стоит обратить внимание вот хорошо получаю различные спасибо в чате вам тоже спасибо что пришли сегодня вечером вот и всем хорошего вечера удачи с поступлением удачи с личным кабинетом я надеюсь у всех все отлично загрузится но может быть последок еще такой совет который на самом деле прочитайте еще пожалуйста тоже правила приема который написан в правилах приема тоже обязательно на всякий случай чтобы как бы не сталкиваться с этими проблемами они всегда могут быть после того как вы загрузите свои файлы портфолио в личный кабинет попробуйте с сайта обратно с вышки скачать их обратно и посмотреть все ли с ними хорошо в принципе все с ними должно быть хорошо но просто пожалуйста это сделайте вот на этом будем заканчивать всем спасибо и всем удачи в поступлении спасибо 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 спасибо